Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Лисикаряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее все это и многое другое подробно. Конкурсы в мэрии на занятия вакантных должностей будут незаконными. По крайней мере, так утверждают представители гражданского общества. В беседе с журналистами они отметили, что места директоров ведомств займут некомпетентные люди. Между тем, в мэрии уверяют, что конкурсы пройдут согласно стандартной процедуре и без нарушения законодательства. Череда увольнений в мэрии доведена до абсурда, уверены представители гражданского общества. Один за другим главы управления и муниципальных предприятий покидают свои посты без видимой причины, либо под давлением. По настоянию исполняющей обязанности мэра Сильвии Раду, в понедельник в отставку подал глава автобусного парка Якоб Копчеля. По мнению активистов, это нарушение трудового кодекса. Нас беспокоит тот факт, что мэрия муниципия Кишинел в столице в прямом эфире на оперативном заседании велит своим сотрудникам подать в отставку. Это в первую очередь противоречит трудовому кодексу. Этот документ подразумевает понятную законную процедуру увольнения сотрудников, и ее должны соблюдать. Вы представьте, что после этого все работодатели могут вызывать своих подчиненных и призывать их подать в отставку, потому что им не нравится, как они работают. Но не только этот факт беспокоят представители гражданского общества. По их словам, и конкурсы на занимаемые вакантных должностей глав всеми управлений столицы пройдут незаконно. В частности, активисты отметили, что требования к конкурсантам нелогичны, что может привести к приходу в мэрию некомпетентных людей. Управление образования молодежи и спорта. Образование, педагогика, педагогика и социальное образование. И второе – экономика, магистратура в педагогике или публичном администрировании и менеджменте. Что имеет общего это управление с образованием в публичном администрировании и тем более в менеджменте? Про экономику и не говорю. Потом справка о несудимости, которая может быть заменена на декларацию под собственную ответственность. В знак несогласия с указанными условиями гражданские активисты подали в мэрию жалобу с требованием аннулировать конкурсы, санкционировать людей, ответственных за их проведение, а также указать новые требования для участников в соответствии с законодательством. Мы хотим, чтобы назначенные люди занимали эти должности не на основе каких-то тайных критериев, которые известно лишим. Мы также подадим запросы на участие в этих конкурсах, на эти должности, чтобы проверить, как проходит процесс. И если будут нарушения, мы об этом объявим. В мэрии заявляют, что все условия конкурса разработаны в соответствии с законодательством и изменениям не подлежат. Все было сделано согласно закону и в особенности закон о государственной должности, поэтому их претензии имеют нулевой эффект. Конкурсы открыты, срок подачи документов 30 дней и он истекает завтра. По словам главы пресс-службы мэрии Вадима Бронзанюка, муниципалитет полностью выполнил процедуру проведения конкурса. Так, заключение было размещено в официальном мониторе, а потом публично на сайте мэрии. Наталья Фомина, Сергей Леподат, Вести Молдова. Муниципальный совет Кишинеу принял к сведению отставку Дарины Киртуака. На сегодняшнем заседании было объявлено, что Центральная избирательная комиссия проинформирована и до 21 марта должны быть назначены досрочные выборы. Поставить в известность советников процедура формальная, но даже здесь без перепалки не обошлось. На включении в повестку вопроса об отставке Дарины Киртуака настояли либералы. Социалисты же во избежание всяких интерпретаций потребовали уточнить, какова процедура. Оказалось, все на уровне формальности. Секретариат мэрии ставит в известность Мунсовет, что Дарин Киртуака подал в отставку и что его заявление направлено в ЦИК. Накалилась обстановка, когда речь зашла о временном назначении руководителей ряда муниципальных предприятий. Либералы заявили, что у Сильвии Раду нет полномочий на подобные распоряжения, потому как она сама незаконно сидит в кресле мэра. У нас были дискуссии в постоянном бюро, где нам был задан вопрос, кто на данный момент является мэром муниципи Кишинео, кто исполняет обязанности. Вы все хорошо знаете, что никто не может ответить на этот вопрос. Глава фракции ПСРМ Иоанн Чебан ответил, что либералы сами виноваты и напомнил про закон о статусе муниципи, благодаря которому мэр столицы получил больше полномочий. Она незаконно занимает эту должность в мэрии, в первую очередь благодаря закону о так называемом статусе муниципи Кишинео, который вы приняли в парламенте республики вместе с демократами. Что касается досрочных выборов, то Центр избирком обязан объявить об их проведении не позднее 21 марта. По закону день избрания нового мэра приходится на 20 мая. Напомним о своем решении уйти в отставку Дарин Киртуак объявил 16 февраля. Будет ли он баллотироваться на эту должность снова, экс-градоначальник столицы пока не решил. Между тем, та, которая временно исполняет обязанности мэра столицы, то есть Сильвия Раду, празднует сегодня свой день рождения. И не просто так, а тоже при выполнении долга перед жителями столицы. Как можно увидеть на фото, выставленных пользователями в соцсетях, Раду лично проверяла с утра, как расчищались улицы города от снега. На снимках, отправленных в редакцию портала дискиди.мд, видно, что временный городоначальник наблюдает за работой снегоуборочной спецтехники. Сегодня Раду также провела и заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Она предупредила все ответственные службы, что работа их ждет тяжелая. Но все должны выполнять свои функции для того, чтобы в Кишиневе были расчищены дороги и не был загружен трафик. Раду была назначена исполняющая обязанности мэра столицы в ноябре прошлого года. Напомним, что Сильвераду родилась в 1972 году в городе Ханчешть. Она замужем и воспитывает троих детей. Премьер-министр Румынии Верико Денчилу посетила столицу Молдовы с рабочим визитом. Новая глава румынского Кабмина встретилась с молдавским премьером Павлом Филиппом. Коллеги двух стран обсудили вопросы, связанные с энергетикой, инфраструктурой, торговыми отношениями, а также европейской интеграцией Республики Молдова. Новая глава румынского Кабмина Верико Денчилу посетила Кишинелу с рабочим визитом. Премьер-министр соседней страны встретилась со своим молдавским коллегой Павлом Филиппом. В ходе пресс-конференции премьер Молдовы заявил, что этот визит является очень важным для нашей страны, так как Румыния является не только основным дипломатическим и торговым партнером, но и страной, которая инвестирует в нашу страну больше всего финансовых средств. В ходе встречи коллеги двух стран обсудили вопросы, связанные с экономикой, торговыми отношениями, инфраструктурой, энергетикой. Основной темой стала евроинтеграция Республики Молдова. В свою очередь Верико Денчилу заявила, что соседняя страна и дальше готова поддерживать Молдову, инвестируя в нее финансы и реализовывая новые проекты. Отношения между Румынией и Республикой Молдова были и остаются особыми. Развитие наших отношений является приоритетом для правительства Румынии. Что касается стратегической цели, ею является евроинтеграция Республики Молдова. По окончании встречи было принято решение о том, чтобы в скором времени провести совместное заседание правительств в двух странах. Павел Филипп предложил провести его в городе Кишинел. В ходе визита премьер-министр Румынии также провела встречу со спикером парламента Андрианом Канду. Напомним, Верико Денчилу стала премьером соседней страны в середине января этого года, после отставки Михаэ Тудоси. Гранитную лестницу в столичном парке Валя Морилер отремонтируют. Деньги на это выделит безвозмездно мэрия Бухареста. Муниципальный совет Кишинел одобрил грантовое соглашение, но советники так и не получили ответ на некоторые вопросы. Тему продолжит Ольга Гриненко. 19 миллионов леев – такова сумма гранта, которую мэрия Бухареста готова выделить Кишинел на реконструкцию гранитной лестницы в столичном парке Валя Морилер. Об этом на муниципальном совете сообщил исполняющий обязанности претера района Чентру Павел Руссум. Он уточнил, что это лишь часть от общей суммы проекта по реконструкции Валя Морилер. Общая сумма четвертого транша составляет 54 миллиона леев, из которых при мэрии сектору номер один Бухарестского муниципия предоставляет грант только на реконструкцию лестницы. То есть 19 миллионов леев. То, что безвозмездная помощь своевременно, советники оспаривать не стали. Но социалисты нашли в проекте нестыковку, что касается финансовой части. Нам представляют цифру 54 миллиона леев, а в проекте, который мы рассматривали в феврале 2016 года, указана цифра 71 миллионов леев с зачеркнутой ручкой на 76 миллионов леев. Куда исчезли из проекта порядка 20 миллионов, исполняющий обязанности претера Чентру ответить не смог. В этой связи социалисты потребовали привлечь к проверке проекта счетную палату. Беспорядок в суммах возмутил и советников из фракции НЕПМ. Не понимаю, зачем в этом проекте все было связывать с общим проектом по реконструкции Валя Морилор, когда речь идет об единственной лестнице. Мы так путаем все цифры и все суммы. Еще муниципальных советников интересовали технические вопросы, но на них исполняющий обязанности главы притуры сектора Чентру ответить не смог. Он уточнил лишь, что гранитные ступени будут сняты, отшлифованы, а затем установлены на прежнее место. А для участков, где отсутствует гранит, закупят дополнительный материал. Кроме того, согласно проекту решения, лестница будет подсвечена, а прилегающая территория благоустроена. Длительность грантового соглашения составляет 14 месяцев. Работы должны быть выполнены к марту 2019 года. Совет Европы выдвинул жесткое предупреждение руководству нашей страны. Так, Совет Иностранных дел ЕС подчеркнул важность соблюдения демократии, многопартийной системы, правового государства и прав человека в Молдове. С таким заявлением выступила Партия Действия и Солидарность в контексте заседания европейской структуры, на котором фигурировал и вопрос о ситуации в нашей стране. Партия Действия и Солидарность выступила с заявлением по поводу выводов Совета Иностранных дел Европейского Союза о ситуации в Республике Молдова. Этот вопрос наряду с другими обсуждался в ходе заседания, состоявшегося 26 февраля. В пресс-релизе ПАСС отмечается, что Совет ЕС сожалеет о том, что при изменении избирательной системы в Молдове не были учтены рекомендации Венецианской комиссии. Также европейская структура отметила, что другая область, где наблюдаются серьезные проблемы – это свобода СМИ. ЕС настаивает на гарантировании независимости, плюрализма и предоставлении гражданам качественной информации. А то, что делает в настоящее время власть, а именно замена внешней пропаганды внутренней, идет в разрез с рекомендациями европейских институтов. Отмечается в заявлении партии. В завершении ПАСС подчеркивает, что нынешней власти осталось недолго, так как на предстоящих парламентских выборах Действия и Солидарность готова дать отпор и одержать победу. Пожалуй, один из самых коротких брифингов за всю историю партии провели сегодня демократы. Он длился всего 6 минут. За это время лидер ДПМ Влад Плохотнюк успел рассказать об амбициозном и масштабном плане по ремонту дорог и о том, как наказывают в партии провинившихся. Демократическая партия не только активно пополняет свои ряды, но и расстается с теми, кто провинился. Так, на сегодняшнем брифинге, состоявшемся после еженедельного заседания партии, лидер политформирования Влад Плохотнюк сообщил о том, что из партии будет исключен Юрий Гроза. Напомним, 25 февраля этот местный советник от ДПМ района Бречень насмерть сбил 7-летнего ребенка на своей машине и скрылся с места происшествия. Вместе с коллегами мы обсудили трагическое дорожное происшествие с участием нашего коллеги, советника Юрия Грозы в Бречень. Мы не прощали никогда такое недостойное поведение со стороны кого бы то ни было. В связи с этим мы сегодня вместе с коллегами поручили территориальную бюро Бречень начать все необходимые законные процедуры для исключения господина Грозы из рядов партии демократов. Бречень не принимает все процедуры статусные необходимые для исключения господина Грозы из рядов партии демократов. Вторым наказанным стал депутат Корнелию Дудник. Правда, до исключения дело не дошло. Во время расширенного заседания в Гагаузии, прошедшего в минувшие выходные, он заявил, что в случае объединения Республики Молдова с Румынией, он одним из первых будет защищать Гагаузию с оружием в руках. Демократическая партия не поддерживает заявления, которые даже гипотетически призывают к применению силы или оружия. Поэтому на сегодняшнем заседании наш коллега Корнелию Дудник был предупрежден, что демократическая партия не поддерживает заявления, содержащие характер насилия, и призвала его в дальнейшем воздержаться от таких действий. Еще председатель партии рассказал о том, что в этом году по всей стране будет отремонтировано 1200 километров дорог. Плохотнюк назвал это самым амбициозным инфраструктурным проектом с момента провозглашения независимости. По его словам, новые хорошие дороги пролягут к каждому селу, независимо от политических взглядов примаров этих сел. Если вы намереваетесь купить квартиру, то лучше всего это сделать в нынешнем году. Эксперты отмечают, что цены на рынке недвижимости в 2018-м самые низкие за последние 4 года. Связано это в первую очередь с рекордным строительством новостроек в прошлом году, а также с сокращением капиталовложений в этот сектор. 2018-й год наиболее удачен для покупки недвижимости. Цены в этом секторе самые низкие за последние 3-4 года. Об этом сообщил эксперт Института развития и социальных инициатив ВИТОРУЛ Вячеслав Иоаннице в интервью одному из интернет-изданий. По его словам, связано это в первую очередь с ростом количества новостроек. Как я и ожидал, индустрия строительства зарегистрировала рекорд в 2017-м году. Количество квартир, сданных в эксплуатацию, самое большое с момента приобретения независимости. После 2014-го в отсутствии контрактов с государством, экономическими агентами и банками значительно сократились капитальные вложения. Поэтому строительные компании прилагают все усилия для того, чтобы продать недвижимость, пусть и по низким ценам. Сказал Иоаннице. Так, по данным эксперта, за последние 3 года государство значительно уменьшило капиталовложения, а инвестиции экономических агентов сократились на 20%. В связи с этим строительная промышленность упустила контракты на несколько миллиардов леев. Между тем выросли на 30% ипотечные кредиты, а также объем жилищных сделок. Иоаннице отметил, что сейчас строительные компании не могут вернуть около 35% банковских кредитов, что также сказывается на снижении цен. Премьер-министр Павел Филипп призвал Национальное агентство по безопасности пищевой продукции продолжить проверки качества продуктов в магазинах и усилить защиту потребителей. Заявление было сделано во время рабочего заседания в правительстве, где была проанализирована ситуация в области безопасности пищевой продукции. Кроме того, он подчеркнул необходимость постоянного взаимодействия между гражданами и Анса, чтобы потребителям было легче сигнализировать о нарушениях. Прямая связь с людьми очень важна. Войдя в магазин, граждане ожидают конкретных подтверждений, что Анса заботится об их здоровье, заключил премьер-министр. Представители парламентов один из этих стран подтвердили свое участие в межпарламентской конференции по проблемам безопасности, которая состоится в Кишине у 2 марта. Кроме этого, прибудут депутаты Европарламента, представители Конгресса США, а также известные международные эксперты. Мероприятие организовано в партнерстве с Атлантическим советом по инициативе председателей парламентов Молдовы, Грузии и Украины. О других новостях далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Евросоюз поддерживает Молдову и ее граждан, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Маггерини в интервью для радио «Европа Либера». Европейский представитель добавила, что при этом необходимо предпринять шаги в борьбе с коррупцией и в реформировании судебной системы. По словам Маггерини, первый транш макрофинансовой помощи для Молдовы будет одобрен только в случае достаточной оценки уровня выполнения условий экономической политики в меморандуме о взаимопонимании и политических предпосылках. Совет Европейского Союза по иностранным делам пытается послать сигналы не только политическому классу Молдовы, но и обществу в целом, в связи с имеющимся в нашей стране проблемами. Такое мнение высказал исполнительный директор Института европейской политики и реформ Юлиан Гроза, комментируя выводы Совета Европейского Союза по иностранным делам относительно Республики Молдова, которые были обнародованы накануне. По его словам, на заседании Совета Ассоциации с ЕС в конце апреля будет дана уже более всеобъемлющая оценка текущему этапу двусторонних отношений с ЕС. В прошлом году в Молдове было проведено более тысячи операций по протезированию тазобедренного и коленного суставов. Операции были профинансированы Национальной компанией медицинского страхования. По словам представителей компании, количество вмешательств увеличилось на 154 случая по сравнению с 2016 годом. Сумма, выделенная в рамках программы протезирования, составила более 15 миллионов 800 тысяч леев, что на 3 миллиона леев больше, чем годом ранее. Семь парамедиков из Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД проведут практическую 30-дневную стажировку в инспекторате по чрезвычайным ситуациям в Ясах. Решение было принято после того, как сотрудники инспектората прошли обучение в качестве парамедиков под руководством инструкторов СМУРТ из Республики Молдова. После завершения практического курса они будут работать парамедиками в Управлении чрезвычайных ситуаций в Чемишлии. Всего в мобильной службе реанимации и извлечения пострадавших в Молдове работает более 100 парамедиков. Три пункта пропуска на молдоукраинской границе временно приостановили работу. Это Сорока-Цикиновка, Касауц-Ямполь и Вулканеж-Твиноградовка. Об этом говорится в сообщении пограничной службы. КПП приостановили свою работу в связи с формированием на Днестре ледяного покрова. Погранполиция просит участников международного движения воспользоваться другими пунктами пропуска через границу, как, например, атаки Могилев-Подольск или Мирный. Сильные снегопады парализовали движения для большегрузного транспорта на трассе Р-30, а именно Анининой-Каушень-Штефан-Воды. Особо проблемный участок, где наиболее сильный занос образовался на 17-19 километрах рядом с населенным пунктом Новотроицкой в районе Анининой. Сотрудники национального спектрората по патрулированию перекрыли здесь движения для транспорта большой грузоподъемности. Тем временем на трассе идут работы по расчистке от снега и обработке покрытия противогололедными реагентами. В Молдове из-за резкого понижения температуры и снегопадов объявлен желтый код опасности. Экспосол Турецкой Республики в Молдове Хуласик Кылыч удостоен звания почетного гражданина Камрата и Чадерлунги. Об этом сообщается на официальных сайтах двух гагаузских муниципиев. Решение принято местными властями по результатам его плодотворной профессиональной деятельности за отстаивание интересов как автономии в целом, так и жителей этих городов. Ранее башкан Гагаузи Ирина Влах наградила Хуласик Кылыч орденом Гагаузьери. Хуласик Кылыч завершил свой мандат в Республике Молдова в связи с достижением пенсионного возраста. Он был назначен послом в нашей стране в 2016 году. Продолжаем выпуск. Нелегко в эти морозные дни приходится обитателям столичного зоопарка, поэтому они получают больше еды и теплой воды. Об этом агентству Молдпресс рассказал замдиректор зоопарка Евгений Матвеев. Он добавил, что экзотические животные, в том числе обезьяны, попугаи, журавли и пеликаны, закрыты в помещениях, где батареи и инфракрасные лампы работают круглосуточно. А представители более выносливых видов животных закрывают на ночь в специальных укрытиях. Из-за низких температур число посетителей сократилось. В обычное время их сюда приходит до нескольких сотен в день. Коллекция зоопарка насчитывает 725 видов животных. Среди них есть и редкие виды, включенные в Международную красную книгу. Новости спорта. Завершился кадетский чемпионат Молдовы по настольному теннису. В нем приняли участие молодые спортсмены в возрасте до 15 лет. Абсолютную победу одержали теннисистка из Белтс Наталина Брынза и спортсмен из города Кылараш Дионис Лепкан. Кадетский чемпионат Молдовы по настольному теннису длился два дня и завершился 25 февраля. Всего в нем приняли участие 105 спортсменов в возрасте до 15 лет. Из них 45 девушек и 60 юношей. По итогам соревнований среди девушек победу одержала уроженка города Белтс Наталина Брынза. В финале она соревновалась со своей сестрой Виталиной, обыграв ее со счетом 3-2. Среди юношей первое место завоевал теннисист из Кылараш Дионис Лепкан. Его соперником стал уроженец столицы Кристиан Тударян, а поединок завершился со счетом 3-1. В середине февраля в Молдове прошел также календарный турнир по настольному теннису на Кубок Федерации. В нем победу одержали Влада Караульная и Дана Сафронии. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале, а также следите за развитием событий в стране и мире на сайте нашего телеканала rtr.md. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова